Добрый вечер! Добрый вечер! Община в полном своем составе, ибо уже умерли обреченные на смерть пустыни, а этим же тем, кто остались, предстояло жить. То есть, на протяжении 38 лет, которые еврейский народ провел после греха разведчиков в пустыне Синай, на протяжении всех этих лет умирали понемногу те люди, которым было суждено погибнуть в пустыне. Таково было решение Всевышнего после того, как еврейский народ отверг святую землю, отказался в нее идти. Всевышний сказал, что все те, кому сегодня больше 20 лет, все погибнут в этой пустыне за ближайшие 40 лет. И только их дети, те, кому сегодня меньше 20, скажем в скобочках, а также те, которым к тому времени было больше 60, только они и увидят землю обетованную. Так вот, на протяжении всего этого времени в еврейском народе были люди, которым суждено будет увидеть землю Израиля, а были люди, которым суждено было умереть здесь, в пустыне. И вот события этой главы 20, они развиваются в тот момент, когда умерли уже все те, кому суждено было умирать. Остались только те, кто готовится войти в страну Израиля. Ощущение того, что все, что было уже позади, все проклятие, вся тяжесть пребывания 40 лет в пустыне, все это позади. Мы идем сейчас к будущему, мы идем сейчас к земле обетованной. Но вместо того, чтобы прийти в землю обетованную, народ приходит снова в пустыню. И пришли сыны Израиля, вся община в пустыню Цин в первый месяц. И остановился народ в Кадыше. И умерла там Мирьям, и там же была погребена. Здесь придется внести некоторую коррективу в то, что мы сказали раньше. Вся община, все те, кому суждено было умереть в пустыне, уже ушли. Сменилось поколение. Но во главе еврейского народа стоят пока еще те же самые вожди, которые вывели народ из Египта. Член одной семьи. Муше, Аарон и их сестра Мирьян. Но и они тоже должны уйти. В стране Израиля вождями будут другие люди. Вот сейчас первые, кто уходит из вождей старого поколения, это Мирьяна. И там же, она умерла там в Кадыше, и там же была погребена. И не было там воды для общины. И они собрались против Муше и Аарона. И спорил народ с Муше. И говорили, лучше было бы нам погибнуть, как пали наши братья перед Богом. Зачем вы привели общину Бога в эту пустыню, чтобы нам и нашему скоту погибнуть здесь? И зачем вы вывели нас из Египта, чтобы привезти в это гиблое место, где нет ни зерна, ни смоковницы, ни винограда, ни граната. Нет даже воды для питья. И отошли Муше и Аарона от сборища ко входу в шатер собрания, и пали в ниц. Тогда явилась им слава Бога, и сказал Бог Муше, возьми посох и собери всю общину ты и твой брат Аарон. И у них на глазах скажи скале, чтобы она дала свою воду. И ты извлечешь из них воду, для них воду из скалы, и напоишь общину и их скот. И взял Муше посох, который был положен перед Богом, как он повелел им. И собрали Муше и Аарон всю общину перед скалой, и он сказал им, слушайте-ка, вы бунтари, из этой ли я скалы извлечем для вас воду. И поднял Муше руку и ударил посохом скалу дважды. Вода изобильно приласит скалы, и пила община и их скот. И сказал Бог Муше и Аарон, за то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами сынов Израиля, вы не приведете эту общину в землю, которую я даровал вам. Это вода раздора, где сыны Израиля спорили с Богом, и он явил свою святость через них. Я прочитал весь этот немного длинный отрывок, но надо было прочитать его сначала целиком для того, чтобы понять связь с предыдущим, дальнейшим. Отрывок начинается со смертью Мирьям, первой из вождей Израиля, которая покидает народ, а заканчивается решением судьбы и двух остальных вождей, Муше и Аарона. И им сказано, вы не приведете эту общину в землю, которую я даровал им. То есть им придется умереть, не войдя в страну Израиля. Попробуем теперь разобрать подробно этот отрывок и начнем с вопроса, который задают еще наши мудрецы. Раши повторяет его связь с предыдущим отрывком, связь с предыдущей главой. В предыдущей главе очень подробно описывалась заповедь рыжей коровы. Сводится она к тому, что существует в Торе понятие «тум-ат-мет», то есть осквернение человека в результате его контакта с телом умершего, либо касание, либо даже человек, который находится под одной крышей, с телом умершего. В результате человек становится ритуально нечистым, оскверненным, он не может приходить в храм, не может приносить или, наоборот, есть мясо жертвенных животных. Для того, чтобы очиститься от этого осквернения, Тора дает заповедь рыжей коровы, имеется в виду корова, которая вся исключительно рыжей масти, так что нет даже двух волосков другого цвета. Труп, который сжигается на костре, пепел смешивается с водой из источника, и вот этой самой водой с пеплом рыжей коровы следует окропить человека, ставшего ритуально нечистым от контакта с мертвым телом, нужно окропить его дважды за семь дней, и только после этого человек становится чистым. После того, как Тора завершила описание этой заповеди, она сразу же переходит к вот этой истории. И пришли сыны Израиля, вся община, в пустыню Цин, и остановился народ в Кадыш, и умерла там Мирьяна. Какая связь? На первый взгляд, вроде бы, связь очевидна. Умерла, умерла. Рыжая корова используется для ощущения того, кто пришел в контакт с телом Мирьяна. У человека, и здесь речь идет о смерти Мирьян, но понятно, что эта связь чисто техническая. Только не может же быть, чтобы на самом деле в этом была причина. Мудрецы отвечают такой формулой. Тора хочет здесь нам сказать, что подобно тому, как рыжая корова искупает, так же искупается смерть праведников. Смерть праведников искупает не имеется в виду их. Если они праведники, то они в искуплении не нуждаются. Имеется в виду, что есть момент искупления, очищения, возвышения для оставшихся в живых людях. Смерть праведников их возвышает, их поднимает, их искупает. Все равно это совершенно непонятно, потому что рыжая корова никого не искупает. Искупают в жертвоприношении, они приносят копора искупления греха. А рыжая корова, она существует, вся эта заповедь существует исключительно для того, чтобы очищать от ритуальной нечистоты людей, которые сквозили с трупом, касанием контакта с трупом. Поэтому какое здесь искупление? Что стоит за этой фразой? Как это понять? Есть объяснение, которое дает Раф Шимчен и Фойлирш. Вот что он пишет. Не без основания этой главе, которая столь наконечным, сдержанными словами повествует о смерти Мирьям и Аарона, то есть сестры и брата Муше, вот этой главе предшествует глава о рыжей корове, которая учит еврейскому представлению о бессмертии души. Здесь нужно дополнить несколько слов. Все, что мы читали о рыжей корове, все, что до сих пор упоминалось, это то, что она очищает человека, сквернившегося контактом с телом мертвого. А суть этого всего явления – это представление о бессмертии души. Потому что само осквернение, как объясняют документаторы, что значит осквернение трупом. Если мы представим себе мировоззрение людей, которые считают человека исключительно материальным и отрицают существование у него абсолютно нематериальной души, и человек, по их мнению, это только скопящий молекул, определенным образом организованный, то тогда умерший человек чем отличается от живого? Особо ничем. Тоже скопящий молекул. Если перед нами только труп, который отличается от живого организма тем, что в живом организме происходит, так я так объясняю, происходит обмен веществ, а с момента смерти не происходит обмена веществ, то откуда тума, откуда ритуальная нечистота? Ведь явление это чисто духовное. Понятно, что за этим явлением, о котором говорит Тора, тумат мет, то есть осквернение, ритуальная нечистота, связанная с трупом человека, стоит понимание того, точнее, в этой заповеди, не за этой заповедью стоит, я неправильно выразился, в этой заповеди раскрывается понимание Торы о том, что человек – это удивительное сочетание души и тела двух совершенно противоположных субстанций, которых только воля Всевышнего свела вместе, и отношение между ними таково, что тело является оболочкой для души, то есть внутренний мир человека, суть его внутренняя человека – это его душа, а тело – это оболочка. Подобно тому, как само тело одевается, человек использует одежду для того, чтобы покрывать свое тело, подобно этому, и душа покрывается телом. Когда человек умирает, то разрыв души с телом не проходит гладко, а есть остаточные явления, остаточные воздействия души на тело умершего человека и после смерти. Вот «туматмет» – это вот духовная нечистота ритуальная, как ее переводят на русский язык. Хотя слово «ритуал» у меня делается нехорошо, но так уж повелось переводить, ничего лучшего пока никто не придумал. Вот это вот осквернение – результат тех самых остаточных воздействий, остаточного явления души, которая связана пока еще с телом умершего человека. Для того, чтобы избавить человека от воздействия этих явлений, и дана заповедь рыжей коровы. То есть за всем этим, за всей этой заповедью и за причиной, по которой необходимо было эту дать заповедь, и за самой заповедью стоит учение о бессмертии души человека, о бессмертии человека, по сути. Вернемся к раввиршу. Так получается у нас, что вот перед этой, в качестве предисловия к этой главе, которая повествует о смерти Мирьям и в дальнейшем, в конце главы о смерти Аарона, есть глава, которая говорит о бессмертии человека. Эта глава сама по себе является важным предисловием к рассказу о смерти Мирьям и Аарона. Она утверждает, что в Мирьям, то, что действительно было Мирьям, и то в Аароне, что было действительно Аароном, не умерло с их кончины. Что значит, то в Аароне, что было Аароном. Да, она говорит, вот есть человек Аарон. Что такое человек? Это пиджак, который он надевает? Нет, конечно, нет. Это его тело? Тоже, скорее всего, нет. Ведь мы говорим, это его тело. Это не Аарон, это тело Аарона. А кто же такой Аарон? Что представляет собой наше «Я»? Суть самого человека. Как бы мы не пытались описать или относиться к этому «Я», одно нам ясно, что когда умирает человек, и мы видим перед нами тело умершего человека, это не означает, что его «Я» исчезло вместе с жизнью тела. То, что в Аароне было действительно Аароном, не умерло с его кончиной. Подобно тому, как их земные дела, их, Аарона и Мириан, живут во всех грядущих поколениях нашего народа. Их подлинная суть, а что является сутью человека, с чем отождествляется человеческое «Я»? С душой человека. Душа возвратилась от земной быстротечности в вечность, к Богу, к первому источнику всякой жизни. Ведь душа человека – это искра Божия в нем. Мудрецы учат, почему описание смерти Мириан стоит рядом с заповедью рыжей коровы, чтобы сообщить тебе, чтобы научить тебя, как рыжая корова приносила искупление, так и смерть праведника дает искупление. Заповедь рыжей коровы и заповедь рыжей коровы и смерть праведника и то, и другое направляет нашу мысль, указывает на свободу человека и его бессмертие. Материальные все объекты, они умирают, разрушаются. Человек бессмертен. Ибо смерть праведника действительно учит нас бессмертию души. Ведь нужно же быть поистину слепым, чтобы отождествить праведника с его телом, бездыханным, уже отмеченным следами разрушения. Тем самым он отождествляет тело с тем существом, которое лишь недавно побуждало свои мысли и желания духовной силой и мощью нравственной свободы воли. И только слепец не увидит, что мертвое тело это только пустая оболочка праведного человека, который ушел в вечность, сбросив телесное облачение. Ведь если человек только посмотрит на тело умершего человека, который всего недавно был жив, совсем недавно ты говорил с этим человеком, ты слышал те умные слова, которые он говорит, ты мог ощутить волю, при помощи которой он заставлял свои органы речи говорить, свой мозг думать, ту волю, которую он обуздывал в своей слабости. Ты мог соприкоснуться с его чувствами, с его эмоциями. Так что этот человек, вот это вот тело, которое лежит здесь, тело было и тогда, тело было и когда он еще был жив. Но тогда были и воля, и мысли, и чувства, сейчас все это ушло. Стало быть, тело, которое осталось здесь, это только оболочка для человека. И за смертью тела человек не умер, он остается жив. Этому учит смерть праведника, этому учила и заповедь рыжей коровы. Поэтому Тора рассказала, дала нам эту заповедь рыжей коровы, не в каком-нибудь другом месте, а как предисловие перед главой, в которой рассказывается о смерти двух великих людей, двух больших праведников, Мирьям и Аарона. Теперь можно пойти по тексту дальше. И не было там воды для общины, там в Кадеше, где, а происходит это в пустыне, в пустыне Цин, место называется Кадеш, там умерла Мирьям, и не было там воды для общины. И они собрались против Мушеярона. Ну, вроде бы, естественно, если они попали в пустыню Цин, то, наверное, в пустыне воды нет. Но между тем, как Тора говорит, что они были в пустыне Цин, и между тем, как сказано, что у них не было воды, сказано о смерти Мирьям. Мудрецы говорят, что и это не случайно. А именно, на протяжении всех лет скитаний по Синайской пустыне, так говорит предание устной Торы, воду еврейский народ получал не совсем обычным способом. Где бы они не останавливались лагерями, неподалеку от их лагеря оказывалась скала, из которой бил источник, и рядом с подножием скалы образовывалось такое небольшое озерцо. Можно было наполнять воду прямо из источника, но поскольку лагерь еврейский это было достаточно большое пространство, то прорывали еще каналы, канавы, по которым вода из этого озерца протекала внутрь лагеря уже непосредственно к месту, где стояли шалаши людей. Когда переходили на новое место, после перехода останавливались лагерем в новом месте, там снова появлялась эта самая скала, которая вот таким вот чудесным образом путешествовала всюду за народом Израиля. Но вот когда пришли в пустыню Цим и там умерла Мирьян, то скалы этой не оказалось. Нету ее. Стало понятно, что все то время, все эти 40 лет, в которые передвижной колодец давал воду народу Израиля, все это было связано Смирьян. Как только ее не стало, не стало и воды. Стало быть, нахождение воды все это время было связано с ее заслугами. Теперь воды нет. Понятно, что люди, которые находятся в пустыне, без воды их охватывает отчаяние. И они собрались против Муше и Аарона. И спорил народ с Муше и говорил, лучше бы нам погибнуть, как пали наши братья перед Богом. То есть те, которые умрали в пустыне на протяжении последних 40 лет. Их доля, их участь была лучше, чем наша, когда мы здесь оказываемся в пустыне без воды. А почему они спорят с Муше и Аароном? О чем спорят с Муше и Аароном? Движение по пустыне всегда было по знаку сверх, свыше. Если Всевышний привел народ в пустыню Циль, где есть недостаток воды, значит, такова его воля. Какие могут быть здесь претензии к Муше и Аарону? А народ продолжает. И зачем вы привели общину Бога в эту пустыню? Чтобы нам и нашему скоту погибнуть здесь? И зачем вы вывели нас из Египта? Чтобы привести в это гнилое, гиблое место? Места, где нет ни зерна, ни смоковницы, ни винограда, ни граната, нет даже воды, чтобы выпить. Равирш объясняет здесь, в чем были претензии народа. Ведь, как уже сказано было выше, заканчивается 40 лет скитания по пустыне. Прежнее поколение уже ушло. Истекло время, в течение которого мы были обречены скитаться по пустыне. Теперь вся община, община в полном своем составе, которая готова войти в страну Израиля, в землю обетованную. Где эта страна? Где земля обетованная? Почему вместо того, чтобы время уже истекло, закончили 40 лет скитания по пустыне? А вместо того, чтобы попасть на границу земли обетованной, мы оказываемся в пустыне, в центре безводной мертвой пустыни и без воды? Вы хотите сказать, что это Бог нас сюда привел? Но мы знаем, что Бог сказал. Бог сказал, что 40 лет продлится пребывание, продлится скитание наше в пустыне, а по окончании 40 лет мы придем, так было обещано, что мы приходим в землю Израиля. Как же мог Бог завести нас сюда? Не мог. Стало быть, если мы попали сюда, это, потому что вы завели нас сюда. Это ваша, либо ваша идея, либо, может быть, ваша ошибка, я не знаю. GPS у вас испортился, но это не может быть, чтобы Бог нас сюда завел. Поэтому претензии здесь именно к Муше и Арону. Зачем вы привели общину Бога в эту пустыню? Чтобы нам погибнуть здесь? И зачем вы вывели нас из Египта, чтобы привезти в это гнилое место? Это гиблое место, в котором нет ни воды, ничего. Все то, что было обещано нам в стране Израиля, здесь ничего этого нет. И отошли Муше и Арону от сборища ко входу в шатер собрания и по олинице. Тогда им является Всевышний и сказал Бог Муше, возьми посох и собери общину ты и твой брат Арон. И у них на глазах скажи скале, чтобы она дала свою воду. И ты извлечешь из них воду из скалы и напоишь общину и их скот. То есть должно произойти возвращение того самого колодца, того источника, который бил из скалы колодца Мирен. И взял Муше посох, который был положен перед Богом. Как он и повелел ему. И собрали Муше и Арон всю общину перед скалой и он сказал им, слушайте-ка вы бунтари, из этой ли скалы мы извечем из вас воду. Не очень понятно, что это означает. Что это за риторический вопрос. Из этой или скалы извлечем из вас воду. Тебе было сказано извлечь воду из скалы. Надо, наверное, это сделать. и поднял Муше руку и ударил посохом скалу дважды. Вода изобильно приласит скалы и пила община их скот. Вроде бы хэппи-энд, все заканчивается хорошо. Муше вернул воду, снова бьет ключ, источник бьет скалы. Вдруг совершенно страшная реакция свыше. И сказал Бог Муше Иарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами сынов Израиля, вы не приведете эту общину в землю, которую я даровал им. Смертный приговор Муше и Иароне. За что? За то, что вы не поверили мне, здесь действительно, что они не поверили, и что они вообще не так сделали. За то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами сынов Израиля. В чем состав преступления? Что они не так сделали? Где была их ошибка? Где был какой-то недостаток веры? В чем здесь дело? Тура об этом не говорит. Из текста Туры понять, что здесь происходит, попросту невозможно. Стало быть, нам придется обращаться к комментаторам, которые исследуя текст, пытаются найти хоть какие-то намеки, хоть какие-то указания на то, в чем здесь была проблема. Из-за чего Моше и Арон понесли это тяжелое наказание. Обратимся сначала к Раше. Прежде всего, Раше объясняет тот самый странный вопрос, который задает Моше народу. Слушайте-ка вы, бунтари, из этой ли скалы извлечен для вас воду. Объясняет Раше, что Моше и Арон не могли найти ту скалу, которая давала воду на протяжении сорока лет. Так как после смерти Мириан источник исчез, скала отступила и скрылась среди скал. Когда из этой скалы бил источник, нетрудно ее было опознать, но источник иссяк. И не только что он иссяк, если бы он иссяк, а скала по-прежнему стояла у входа в лагерь, не было бы такой проблемы. Но поскольку источник иссяк, превратилась скала, как одна из кучи скал в этом нагоре, Синайский полуостров, одно сплошное нагоре, и скала скрылась среди других скал. Отличить ее от другой скалы было невозможно. Моше и Арон были растеряны. А народ, сыны Израиля, говорили им, да какая вам разница, из какой скалы извлечь на воду? В воду давайте, какая разница, из какой скалы? Ну, вот скала прямо рядом, еще одна, сколько здесь скал? Именно поэтому Моше назвал их бунтарями, строптивыми. И еще это слово, это слово, которое сказано здесь в оригинале, Мурин, означает слово, происходящее еще от, с одной стороны, Мурин – это бунтари, Мамрим, а с другой стороны, слово, происходящее от корня Ора-А, что означает обучение. Это люди, которые обучают, вы хотите обучать своих собственных учителей, что же вы хотите? Из этой ли скалы, о которой мы не получили повеление, извлечем для вас воду, Всевышний что от нас хотел? Он хотел вернуть тот самый источник, тот самый колодец, который давал воду на протяжении 40 лет. Вернуть колодец Мирьян. Это значит, что нужно говорить, нужно воздействовать сейчас на ту самую скалу, из которой Билл этот источник, а не первую попавшуюся скалу. Об этом мы не получили повеление. Это вы хотите? Дальше в тексте сказано так. И поднял муж и руку, и ударил по сухому скалу дважды. Почему дважды? И второе. По Раши будет вопрос. А какую скалу он ударил? И если не могли найти ту самую скалу, то какую же скалу он ударил? И вода изобильно прелась со скалой. Раши продолжает свой комментарий так. Почему дважды? Да потому что первым ударом он извлек лишь несколько капель. Ведь Всевышний повелел не ударить по скале, а сказать скале, как там было сказано. И сказал Бог возьми посох и собери общину ты и твой брат Арон и у них на глазах скажи скале, чтобы она дала свою воду. Здесь кажется, Раши указывает на первую ошибку в муше. Он ударил по скале. И в результате, результат был очень разочаровывающим, было несколько капель воды всего. И причина тому, ведь Всевышний повелел не ударить по скале, а сказать скале. Они же говорили другой скале и та не дала воды. То есть, что здесь происходит? Найти ту скалу, из которой был источник, они не могут. Народ нервничает, наседает на них, давит мне, какое вам дело? Да из любой скалы воду давайте. Какая вам разница, какая скала? Вот, наконец, вроде бы нашли скалу, вроде бы она похожа. Говорим с ней. Мужиер, он, говорят ей, чтобы она дала воду. Никакого эффекта. Ноль. Почему? Вроде бы, это же та же самая скала. А может быть, причина вот в чем. Как сказал Бог, возьми посох. Может быть, а зачем посох? Наверное, для того, чтобы ударить по скале. Подобно тому, как это произошло 40 лет назад, когда только вышли из Египта. И тогда тоже была ситуация, в которой Всевышний повелел извлечь воды из скалы. И там речь шла об ударе по скале. Может быть, и здесь то же самое. Тогда, может, Иерон подумали, быть может, надо ударить, как когда-то. Ведь сказано же, как там было сказано в книге Шмот, и ударишь по скале. И вот тут, ну что было бы, если бы они ударили по той скале, которой они раньше пытались говорить с ней? Результат был бы тот же. Нулевой. Или еще пару капель. Но здесь уже им подвернулась та самая скала. И они ударили по ней. И пояснить. Многие путаются. Я видел в различных книжках и в переводах Раши. Многие путаются в этих словах, не очень понимая, что Раша хочет сказать. Значит, Муршея и Арон поначалу ничего не добились. Несколько капель вышло, вот и все. Нужно было понять, в чем причина. Две причины были возможны. Первая. Может быть, это может быть. Вместо того, чтобы говорить, нужно было ударить. Вторая причина. Может быть, это не та скала. Вроде бы нам кажется, что это та скала. Но ведь можно и ошибиться. Поэтому они сделали и то, и другое. А именно, они стали искать другую скалу. И как показалось, они нашли ту самую скалу, которую нужно было. И на этот раз, вместо того, чтобы говорить с ней, они ударили по ней. Снова результат. Никакого. И вот тогда, уже ударяет второй раз. И только тогда уже плылась вода. И в изобилии. Как объясняет Раши, во второй раз, действительно, им попалась та самая скала. им удалось отыскать ту самую скалу, которую нужно было. Та самая скала, из которой бил ключ Мирьям. Ей нужно было, с ней нужно было говорить. Создается, по-хорошему. Не с силой. Но они, вместо того, чтобы говорить, поскольку не были уверены, в чем причина, они ударили. И снова результата нет. И если бы так все осталось, то была бы катастрофа. Потому что Мушей и Арон окончательно потеряли бы свой авторитет. Совершенно ясно. Поэтому, когда они ударили второй раз, что тоже было ошибкой, и было совершенно не к месту, тогда уже Всевышний дал воду. И вода потекла в изобилии. И вот теперь слова Всевышнего. И сказал Бог Мушей и Арону за то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами сынов Израиля, вы не приведете эту общину в землю, которую я им даровал. За то, что вы не поверили мне. Тора открыла нам, пишет Раши, что если бы не этот грех, то они вошли бы в страну. То есть исключительно причина того, что Мушей и Арон не приведут народ Израиля в страну, что они только вывели еврейский народ из Египта, но в страну обитавану его не привели. Причина этого не какая-нибудь иная, вот только это. Только то, что они здесь провинились в этой истории с водой. Что бы ни сказали, о них какова вина поколения пустыни, обреченного не вступить в страну, такова вина Мушей и Арон. Как все поколение вышедших из Египта умерло в пустыне из-за греха разведчиков, стало быть, Мушей и Арон, которые были вождями того поколения, они уходят вместе со своим поколением, разделяя судьбу своего поколения. Вот что бы мы так ни подумали, а было достаточно логично так подумать, для этого Тора и подчеркивает «за то, что вы не поверили мне». Дальше сказано, достаточно было бы сказать «за то, что вы не поверили мне, за это не приведете этот народ в страну Израиля». Но здесь сказано «за то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами сынов Израиля». А это как понимаете? Поясняет Раши, чтобы осветить меня, если бы вы сказали, искали, то есть если бы сделали то, что я от вас требовал, поговорить со с кого, по-человечески, не бить ее, И она дала бы воду, то тем самым вы явили бы мою святость То есть был бы кедуш, ашем, освящение имени Бога в глазах всей общины Ведь люди тогда сказали бы, подумали бы Уж есть ли скала, которая лишена слуха и речи И она не нуждается в пропитании И она все-таки исполняет веление Всевышнего Тем более уже мы, которые нуждаемся в заботе и пропитании Тем более уже мы должны исполнять его веление Это был бы кедуш, ашем, который проявили Ну а сейчас, когда вы не говорили с ней То есть она по-хорошему воду не дала А только в результате умеренного физического воздействия А потом даже может быть уже и неумеренного Когда второй раз ударили Это уже совсем другое Это воды раздора, где сыны Израиля спорили с Богом И он явил свою святость через них Через воду Это воды раздора Это те самые воды раздор Это те самые воды раздор Те самые воды У ритраши, вода Об этих водах-то упоминалась в другом месте Здесь как бы с определенным артиклем Это та самая вода Что имеется в виду? Имеется в виду то, что говорит устная Тора Что астрологи фараона предвидели, что избавители евреев постигнет беда посредством воды Известные наши мудрецы спрашивают Почему фараон повелел каждого юношу, который родился один определенный день Каждого еврейского, не юношу, простите Каждого еврейского младенца, который родился в этот день Бросить в реку В чем здесь была идея? Объясняют мудрецы, что астрологи фараона сказали первое Избавитель евреев уже родился Так они видят по гороскопу Ну а можно ли каким-нибудь образом от него избавиться? Неясно Но видно по гороскопу одно У него серьезные проблемы с водой Он и вода У него будут беды от воды Вот это то самое предвидение астрологов Основанное на реальности, как видно Та самая беда, которую Которая постигла Моше из-за воды И он явил свою святость через них В чем здесь явление святости? Киду Шаршен Через эту воду, из-за этой воды Умер ли в дальнейшем Моше и Арон То есть когда Всевышний творит суд над такими возвышенными освященными людьми То он освящается среди людей Иными словами Киду Шаршен мог произойти по-другому Киду Шаршен произошел бы Если бы Моше и Арон говорили Сказали бы скале Дать воду Не применяя физической силы И тогда, как объясняет Раши Произошел бы Киду Шаршен Это настолько бы потрясло людей Что они бы сделали этот вывод Уже если скала слушается веления Всевышнего То уж тем более Этого не произошло Моше и Арон сделали то, что нельзя было делать Они ударили по скале Но Киду Шаршен все равно произошел Только на этот раз Они были пассивны в этом Не они привели Киду Шаршен А в их наказании В том, что Такие возвышенные люди За малейшее ослушание Получили тяжелейшее наказание В этом-то и произошел Киду Шаршен Когда люди понимают Что если уже таких возвышенных людей Касается наказание Божие То уж тем более нас Пока что остается непонятным Два серьезных вопроса Остаются без ответа Первое По Раши получается Что грех Муше и Арона был в том Что они Не выполнили требования Всевышнего Что они Изменили И действовали не по инструкции Им было сказано Сказать скале Той самой скале В которой был источник А они этого не сделали Они говорили С другой скалой Потом, когда наконец Нашли ту скалу Вместо того, чтобы говорить с ней Ударили А когда выяснилось Что это помогает Как мертвому припарке Они второй раз ударили То есть отклонение от инструкции Но в тексте Торы Упрек им выглядит не так За то, что вы не поверили мне Чтобы осветить меня Перед глазами сынов Израиля Это не поверили Совсем другое Это первый вопрос Второй вопрос Какая такая существенная разница В том Чтобы говорить Сказать скале Чтобы она дала воду Или ударить по ней И тогда она даст воду А что это Намного меньшее чудо Если по скале ударить Это чудо меньше Чем ей сказать Каждый может это попробовать Сам Можно бить по скалам И по камням Сколько угодно И ничего не получится Ни одной капельки воды В чем такая большая разница Как это все понять Амораль из Праги В своей книге Гурарье Это Его комментарии На комментарии Раши К пятикнижни Прибавляет Еще один вопрос К нашему вопросу Что сам Раши В своем комментарии К книге Двори Цитирует мудрецов Которые говорят Что ошибкой Муши было то Как он Обратился к народу Слушайте-ка вы Бунтари Это тяжелые слова Бросил в лицо В этом была Ее машинка Клють мораль Все это одно А именно Речь идет О недостатке веры Значит недостаток веры Может я и Арон У них недостаток веры Понимать это надо так Вера это Понимание Это мироощущение У которого есть Практическая сторона Что это за практическая сторона Это то что называется Бетахон Упование на Бога Человек может быть Человеком верящим Если спросить его Откуда взялся наш мир Он скажет Создан мир Созданный И если его спросить А почему в этом мире Происходит то что в нем происходит Если тот кто управляет им А то была воля Божья Но если да Все воля Божья И все что что происходит В мире По велению Бога То если так Человек может жить спокойно Почему же тогда Человек нервничает Когда Видит что автобус Не приходит вовремя Почему он нервничает Когда замечает Что денег Которые он зарабатывает Ему не хватает До конца месяца Почему он нервничает Когда Не может найти Хорошего жениха Для своей Дочери Все это Если Бог управляет миром Как то все уладится А если не уладится Значит Значит так Он считает Что так надо И что так правильно А что нервничать тогда Когда нервничает Человек неверующий Понятно Он думает Что все зависит от него Если он заработает деньги Он будет есть Не заработает деньги Побрет с голоду Если он будет искать Партию для своей Дочки Может быть найдет А если не будет Значит все Она останется Но когда верующий человек Все таки нервничает Это значит У него есть разрыв Между Его мировоззрением Между его Миропониманием И его ощущением Можно Знать Какие то определенные Истины Но не жить Ими Не переживать Их Всеми фибрами Своей души И в этом Действительно Большое испытание Упование на Бога Это Очень и очень Высокая ступень Которой приходят На самом деле Единицы Остальные люди Чем больше они говорят Про упование Бога Тем больше они Уповают На собственные Усилия А их упование Их разговор Об уповании На Бога Это просто Дань Правильной идеологии Не больше И вот здесь То как объясняет Мораль Если человек На самом деле Есть у него Сильное упование На Бога Он не будет Злиться Он не будет Чувствовать Он не будет У него не будет Ощущения стресса Здесь мы видим Что Мушея Арон В какой-то степени Действует Под воздействием Стресса Они на самом деле В стрессовой ситуации Воды нет Люди Погибают от жажды И люди обвиняют Их в том Что они сюда Их завели Как Иван Сусанин Вроде бы Есть выход Всевышний говорит Вот взять посох И пойти Поговорить Со скалой А где это скала Это вроде Та или не та Вроде бы похоже А вроде бы нет А может это не та А народ напирает Да какое вам дело Какое вам дело Из какой скалы Действительно Если уж делать чудо Да какая разница Да Но нам сказано Все это вырывается Мы видим Вокрик Слушайте-ка вы Бунтари Так не говорит Человек Который спокоен Так не говорит Человек Который абсолютно Уверен Что сейчас Все Уладится Наилучшим образом Так говорит Человек В состоянии Стресса Значит Здесь был Небольшой Недостаток Упования На Бог И в результате Он приводит И к тому Что Путается Сначала путается Скала Говорят С другой скалой Не с той С которой Нужно Это тоже естественно Для человека Который находится В состоянии Стресса Потом Наконец Когда находится Та скала То вместо Того Чтобы Говорить С ней Ее ударяют Не получается Еще раз Ударить Это тоже Действие Человека Нервного Если я Ударю По Посохам Ударю По Камню И воды Не будет Значит Имеет Смысл Еще раз Ударять Еще 15 раз Ударять Да нет Если Не было Результатов В первый раз Почему Он будет Во второй Раз Да Не должно Быть У нас Вторая Так Так Делает Человек Который Нервничает Так Делает Человек Который Наход В состоянии Стресса Стало Быть И ошибки Которые Допускаются Здесь И гнев Который Проявляется В этих Словах Слушайте Ка Вы Бунтари Все Это Результат Недостатка Упования Который Здесь Был Проявлен Понятно Что Ни На секунду Не следует Забывать Что Это Недостаток Упования На уровне Мушей Арона Как бы Кто-то Из нас Вел бы Себя В этой Ситуации И Каких бы Мы Глупостей Здесь Наделали Страшно Даже Только Подумать Но Все-таки На уровне Мушей Арона Была Здесь К ним Претензия И Это Это Вменилась Вину Так Объясняет Мораль Спраги В книге Гур Ари И Закончим Объяснением Равирша Который Заостряет Вопрос В чем Большая Разница Между тем Сказали Бы Скале И она По-хорошему Дала Бы Воду Или Ударили По-скале В чем Такая Колоссальная Разница Почему Это Рассматривается Как Большая Ошибка Пис Равирштад У них Какова Была Заповедь Каково Было Задание Всевышнего У них На глазах Ты Скажи Скале В присутствии Всего Народа Вы Должны Воспользоваться Только Одними Словами Чтобы Приказать Скале Дать Свою Воду То есть Воду Которая Уже Содержится В ней Что Представляет Эта Скала Это Такая Каменный Бурдюк Полной Воды Поэтому Нужно Только Сказать Ей Чтобы Она Дала Ту Воду Которая Уже В ней Находится Но Если Ударить Скалу Посохом Как Это Было 40 лет Тому Назад В самом Начале Путешествия По Пустыне Тогда Создаст Впечатление Что Это Произошло Такое Чудо То есть Что Вода Появилась В результате Нового Божественного Вмешательства Сейчас Сию секунду Когда Моше Ударяет По Скале Всевышний Превращает Камень В изобилие Воды Почему Потому что Из-за волнения Народа Из-за той Демонстрации Которую народ Устраивает Когда народ Кричит Что они Умирают От жажды Вот Именно Это И нужно Было Избежать Необходимо Было Дать Понять Народу Что Не Моше Саароном А Бог Привел Их В это Место В чем Была Претензия Как это После того Как Закончились Сорок летские Тайни По пустыне Как мы Опять Оказались В пустыне В безводной И мертвой Пустыне Почему Мы до сих Пор не пришли В страну Израиля Бог Нас сюда Завел Да не может Это вы Нас сюда Завели Вот это Нужно Было Показать Что не так Не Моше Саароном Бог Их Привел Сюда А если Он уже Привел Сюда То Наверняка Позаботился О том Чтобы Здесь Все Все Необходимое Для стоянки Чтобы здесь Было Если Его облако Указало Им разбить Стан В этом Месте То не нужно Волноваться Не нужно Новое вмешательство Бога Чтобы давать им Воду Все уже Заранее Приготовлено Всевышний Заранее Приготовил им Воду В этом месте И одного Только словом Уже Хватит Чтобы Заставить Скалу Дать Помещенную В нее Воду Их потребность Будет удовлетворена Не при помощи Криков Не при помощи Манифестаций Не при помощи Нового чуда Но это только Одним единственным Словом Вот такой способ Получения воды Убедил бы народ В несправедливости Их обвинений Против Муши И Орона В том Что они привели Их в это Безводное Гиблое место Против воли Бога Если бы Вода Хлынула Но если Будет По другому Так как и Случилось Что вода Хлынула Только после Удара Посоха Скалу То оставалось бы Место для предположения Народ бы что мог Решить А это почему Случилось Потому что Всевышний сжалился Над нами На самом деле Муши И Орона Сюда завели И место это Гиблое Безводное Они нас сюда Привели Но поскольку Всевышний Сжалился над нами То он сейчас Превратил Бездушную Безводную Скалу В колодец Но претензии По отношению К Муши И Орону Что они завели Нас сюда Они были Абсолютно Правильные И если бы люди Получили воду Лишь благодаря Слову Из уст Муши Они бы усвоили Что под водительством Бога Они могут жить Без забот Уповая на Бога Будучи уверенным В получении Надлежащей им помощи В надлежащее время Без всякого Посоха Вот в чем Прежде всего Рамбана К этой очень сложной Главе И к этому Очень запутанному Вопросу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...